Национальный парк White Sands на юге штата Нью-Мексико привлекает множество людей своими бесконечными дюнами мелового цвета. Туристы оставляют после себя следы. Некоторые из этих следов, хотя и выглядят четкими и новыми, немного старше других. Точнее, на 21 или 23 тысячи лет. Ученые обнаружили около 60 окаменелых следов в слоях гипсовой почвы. Это самое древнее свидетельство присутствия человека в Северной Америке. Споры о том, когда первые люди заселили эту территорию, длились почти столетия. Большинство исследователей утверждали, что это произошло самое раннее 13 тысяч лет назад. Вновь найденные следы не только доказывают, что это произошло на несколько тысяч лет раньше, но и рассказывают о том, какие трудности пришлось преодолеть древним людям. Первые люди могли появиться здесь еще во времена ледникового периода. Тогда регион был более влажным и травянистым. Он больше походил на нынешние прерии Среднего Запада, чем на пустыне Нью-Мексико. Мамонты жили на илистых берегах мелких озер, размер которых менялся в зависимости от времени года. Мамонты были не единственными гигантами. Еще в начале 30-х годов прошлого века инспектор по контролю за животными обнаружил большой отпечаток, который, по его мнению, принадлежал мифическому снежному человеку. Позже стало понятно, что это был след гигантского ленивца. С тех пор исследователям удалось обнаружить тысячи следов в национальном парке. Эти следы доказывают, что древние люди жили рядом с гигантскими ленивцами и мамонтами еще в ледниковый период. Когда температура в регионе повысилась, дожди и тающий снег принесли гипс с окружающих гор. Древнее озеро Отеро, центр жизни, высохло около 10 тысяч лет назад. На его месте образовались кристаллы селенита. Сильные ветры разбили эти кристаллы и унесли их на восток. Подобным образом здесь до сих пор образуется гипсовый песок. Ветры обнажают некоторые из отпечатков, оставленных в этой местности. А другие можно увидеть только опытным глазом, поскольку они скрыты под песком. В 2018 году исследователи обнаружили то, что они посчитали отпечатками ног древней женщины. Она прошла около километра, а рядом с ней периодически появлялись более мелкие следы ее потомства. Анализ следов может многое рассказать об образе жизни человека, который их оставил. Установить точное время, когда были оставлены следы в White Sands, очень сложно. Даже следы, найденные рядом друг с другом, могут относиться к периодам, отстоящим друг от друга на тысячи лет из-за типа местности. Чтобы определить правильную дату, исследователи ищут слои семян, которые можно подвергнуть специальному анализу. Под и над слоями следов. В течение многих лет ученые не могли найти участок и с семенами и со следами. Затем они совершили большое открытие. Команда из археологов, геологов, геофизика и специалиста по обработке данных прибыла на место, чтобы изучить участок размером с половину баскетбольной площадки. Судя по росту и скорости ходьбы, большинство отпечатков, найденных недавно, принадлежали подросткам и их младшим братьям и сестрам. В древней общине могло существовать разделение труда, когда взрослые занимались более квалифицированными работами, а подростки отвечали за переноску. Когда ледниковый покров отступил с североамериканского континента и пастбище высохли, архаичные люди пришли сюда около 4 тысяч лет назад. И сделали первые шаги в сельском хозяйстве. Они ухаживали за дикими растениями, растущими в этой местности, чтобы повысить урожайность. Они жили в небольших деревнях и оставили после себя курганы с очагами и доисторические кострища. Затем здесь поселились представители культуры Могольон. Они изготавливали керамику, занимались земледелием и жили в постоянных домах. Более 700 лет назад сюда пришли апачи, преследовавшие стада бизонов. Они строили временные дома, поскольку были кочевниками и не придерживались одного места. В 2019 году археологи обнаружили доказательства, что люди жили на территории современного города Голден, штат Колорадо, на несколько тысяч лет раньше, чем принято считать. Доисторическое место получило название «Волшебная гора» в честь парка развлечений, который владел этой территорией, когда в середине XX века начались раскопки. Археологи знали, что это было отличное место для зимовки кочующих охотников-собирателей. У них был доступ к воде, и рельеф был достаточно ровным, чтобы животные могли бродить по окрестностям. На глубине 2 метра команда обнаружила участок почвы размером с лобовое стекло. В почве были кости животных и несколько обломков камня от изготовления каменных орудий. Используя тот же метод датировки почвы, что и в белых песках, они установили, что ей 9 тысяч лет. Археологи были рады этому открытию, поскольку из-за тысячелетней эрозии и наводнений редко удается найти что-то подобное. Ближайшие древние родственники человека, неандертальцы, жили от 130 тысяч до 40 тысяч лет назад и были достаточно развиты, чтобы создать нечто, очень похожее на многоквартирный дом. Остатки этого комплекса находятся внутри высокого известнякового мыса, называемого Гебралтарской скалой. Первый женский череп был обнаружен здесь в 1848 году во время горных работ. В течение многих лет ученые изучали это место и находили следы жизни неандертальцев. Они обнаружили в пещере древние орудия труда и кости древних животных. Внутри одной скалы было четыре пещеры, похожие на квартиры в жилом комплексе. Похоже, неандертальцы жили бок о бок со своими соседями и помогали друг другу охотиться и ловить рыбу. Они делали украшения из перьев и рисовали абстрактные рисунки на стенах. Эти рисунки и другие следы того периода помогают ученым детально изучить жизнь неандертальцев. В конце 2021 года археологи обнаружили внутри одной из пещер щель, ведущую в неизвестный тоннель. Они пролезли через это отверстие и нашли новое пространство под сводом пещеры. Оказалось, что это место было скрыто от внешнего мира более 40 тысяч лет. И похоже, что это были одни из самых престижных апартаментов во всем горном комплексе. В помещении высокие потолки с древними сталактитами. Разрушенные каменные занавеси разделяли квартиру на несколько комнат. Ученые также обнаружили останки древних животных и царапины на стенах. Неандертальцы, вероятно, никогда здесь не жили, но часто посещали это место. Судя по данным о древней пыльце и останкам животных, ученые пришли к выводу, что неандертальцы посещали лесные массивы, саванну и солончаки, и разнообразно питались. Они охотились и ловили рыбу. Пещеры показывают, что неандертальцы были ближе к людям, чем к обезьянам. У них были свои обычаи и бытовые привычки. Хотя неандертальцы были очень похожи на нас, они были отдельным видом, отделившимся от современных людей не менее полумиллиона лет назад. Но поскольку они жили рядом с ранними современными людьми, по крайней мере часть своего существования, в нашей ДНК могут сохраниться следы неандертальцев и других древних людей – денисовцев. В итоге выжили только наши предки – Homo sapiens. Но они спаривались с представителями других групп. Результат этого составляет до нескольких процентов нашего генома. Мы можем иметь некоторые неандертальские черты в нашем организме – от иммунной системы до волос и кожи. Люди, чьи предки происходят из Европы и Азии, могли унаследовать около 2% своей ДНК от неандертальцев. Денисовская ДНК проявляется только у людей с предками из Азии и может составлять до 5% их генома. Древние люди пользовались другой пещерой в Малаге на юге Испании на протяжении 50 тысяч лет. Исследователи обнаружили на ее стенах впечатляющее количество произведений доисторического искусства и внесли в каталог более тысячи из них. Похоже, что впервые пещеру для создания произведений искусства использовали неандертальцы около 65 тысяч лет назад. А затем туда пришли современные люди. Археологи нашли несколько фрагментов охры, относящихся к эпохе Палеолита. Пещера пустовала около 7 тысяч лет до прихода современных людей. Те также использовали пещеру не для проживания, а для создания произведений искусства на стенах. И, возможно, для изготовления украшений из раковин и зубов животных.